Жил-был солдат. Вышел в отставку и пошел домой. Приходит в свою деревню. Вся пуста, не видать нигде народу. Что такое значит? Зажел в свою прежнюю избу, снял ранец, разделся, стал на лавку садиться. Глянул, а на столе стоит штоф вина и всяких закусок в волю наготовлено. Ну, — думает, — хоть голоден не буду, есть что закусить и выпить. Вдруг лезет в избу его старый дед, который лет с десять как помер. Был он сильный колдун. Весь народ из деревни повыгнал, а такого хитреца, чтоб с ним сладил, еще не бывало. Увидал он гостя и закричал. Ба! Здравствуй, внучек! Здорово, дедушка. Давно я тебя не видал. И то давно. Сел колдун и давай закуски уписывать да вином запивать. Все один приел. Где ж мои братья? Спрашивает солдат. В иной деревне живут. Я отсюда всех выгнал. Только и ходят сюда, что днем. Придут, поставят мне ужин до штоф вина и назад. Позакусил колдун, повыпил и говорит. Пойдем-ка в соседнее село. Там нынче свадьба у богатого мужика. Как придем, я в избу пойду, а ты стой на улице. И что стану тебе в окно подавать, все принимай. Да в повозку клади. Ладно, дедушка. Вышли на двор. У крыльца стоит тройка вороных. Так и рвут, копытами землю роют. Сели в повозку и мигом в село прискакали. Колдун вошел в избу, а солдат остался на улице. Смотрит, что будет. Дед взял со стола скатерть и все, что на столе было, накладено, наставлено, завернул в узел и подает в окно. Солдат принял и положил в повозку. Потом подошел колдун к жениху. Засучил свой рукав и засунул ему руку в рот. По самое плечо. Жених тотчас помер. Сделал тоже. И с невестой. И та померла. Тут все заголосили, заплакали. Отчего беда приключилась? Никто не ведает. Колдун и вошел, и ушел. Никому не видим. Сел он с солдатом в повозку и поскакал назад. Кони быстро несут. Что, дедушка, спрашивает солдат, долго ты будешь по белу свету ходить? Долго, вночек. Пока сам захочу. Неужто на тебя силы нет? Эх, сила-то есть. Да никто про нее не ведает. Скажи мне, дедушка. Нет, вночек. Много хочешь знать. Пожалуйста, скажи. Она так и быть. Вот в этом месте стоит сухогруша. Коли соберутся семеро, да выдернут ее с корнем, под ней провал окажется. После надо вырыть мой гроб, да бросить в тот провал и посадить опять грушу. Но, вночек, тогда полно мне ходить. А нельзя ли вылечить нынешних молодых, чтобы они ожили? Эх, вночек, много будешь знать, скоро состаришься. Но, однако, скажи, на так и быть. У богатого мужика отелилась сегодня корова и принесла красного бычка. Коли того бычка зарезать, да вынуть сердце, да из того сердца взять крови, да то и кровью помазать молодых. Они в ту же минуту оживут и будут здравы и невредимы. Кони подлетели к крыльцу и стали как вкопанные. Колдун взял узел и понес в избу. Развязал и начал жрать все. Что попало? Сперва ел кушанье, а потом принялся глотать ложки, ножи, бутылки и самую скатерть. Живо все обработал и кричит во всю глотку. Есть хочу, голоден. Ну, внучек, теперь за тебя примусь. Что ты, дедушка? Какая солдат еда? Только одни кости. Ничего, годишься. Ну, дай хоть в последний раз на белый свет взглянуть. Ну, взгляни только поскорее. Вышел солдат на двор, нашел осиновое полено, взял и стоит. А дед кричит. Аж ты копаешься. Иди ко мне. Некогда ждать. Нет, дедушка, я в избу не пойду, а если хочешь, ешь меня на дворе. Нечего избы марать. Колдун рассердился, бежит к нему на двор и только хотел было схватить, а солдат не дал маху. Кокурежет его, но вот моша седовым поленом. Колдун и с ног долой. Ну, внучек, ударь еще раз. Будет с тебя и этого. Тот запел петух. Старик окостенел и замолчал. А солдат схватил ранец и пошел в соседнюю деревню, где его братья жили. На другой день он созвал весь мир, выбрал шесть человек, сам седьмой пошел. Взяли колдуна и бросили в провал, там, где сухая груша стояла. После того солдат вылечил молодых, взял за то большую награду и зажил себе богато и счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok